Вот Антон ты такой, а! Уже тебя баба твоя держит, а? Давайте, давайте, все, я больше не отойду, давайте, говорите. Ну как его баба держит? Давайте, 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 про бабу мою, давайте, давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, правильно. Кошмар, это как она терпит тебя столько лет, наверное, еще. Снимайте, вы моих собак загубили, вы моих собак уничтожили, вы меня так подставили. Стоять здесь. Да, у вас такая порнография. Это пипец, бог вас накажет. Вы собаку в голову застрелили. Вы меня задавить хотите? Скрывается с места преступления. Ох ты! О, наезд, все, стой! Стой! А пойди сюда, ты, поехали! Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения, был пойман в состоянии алкогольного опьянения. Вы сказали, приходите и помогайте. В кино почему разговаривают с воротами, что ли? Здравствуйте. А почему вы ночью-то пришли? Вы в готовной ряде пришли помогать? Ночью? Действительно. Вы в наряде помогали? Приехали спровоцировать опять какой-то конфликт, так? Зачем на территорию проникать? Да я проникала туда вообще, не ходила туда. Я не проникала туда, я вот тут вот стояла. Нет, я туда не ходила. Нет, нет, Антон. Нет, честно, вот я клянусь себе. Вы что думаете, все прям такие дураки? Я знаю, я была, через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас. Это ужасно. Вас как зовут? Давайте познакомимся. Вас как зовут? Вы кто? А ты нет. Вы кто? Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это вот это она. Разбушила? Вот, вот. Никак меня не зовут. Никак? Не звать никак. А тебя как? Откуда ты пришелец пришел? Не трогайте меня, пожалуйста. А тебя ты мне даром не нужен. Да не надо на меня возбуждать, у кого-то делают. А как это не надо? Если вы имеете деньги... Какие деньги? А вы тоже, да, проходили на территорию? Я не проходил. Я тут стою. Это тот самый Вадим, который фотографию президента в дробу положил. Он сейчас пока сидит в машине, это его спасает. Вас, кстати, не было. Почему у вас здесь дырка такая? Дырка это уже... Можно было за это время выстроить, вот хотя бы закрыть вот такое, чтобы... Выстроите, выстроите. Покажите, что вы можете, и получайте пример. Ну, с вами никак не договоришься, ребят. Почему? Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? У вас цель приезда-то какая была? Цель приезда, поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было, а позвонить нельзя было? А, папа, не скандальная, а громкая просто, громкая очередь. Не хочу ссориться. А вы, видать, не под тем ходите. Под тема перед Господом. Максим. Под каким вы Господом Богом ходите? Отойди, пожалуйста, выкури. Дайте мне слово, ну дайте мне слово, ё-моё. Я скорпион, бляхомуха, я такой голос полный. В сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? О чем ты говоришь? Такие. А подскажите, пожалуйста, за последний месяц, что вы сделали для приюта? А меня тут не пускают. Я сказала, Ангелина, я здесь. Ну, тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом... Вот тебе я тебе точно по башке дал. А это не рукавреклассные. Рукавреклассные, подружеские. Не надо так делать. Я вас тоже люблю. Даже и нет, не снимай меня, мне наплевать, знаешь? Не снимай ты, пожалуйста, вот не снимай. Вот ты меня куда-нибудь выставишь, да? Ну, он меня снимает. Да мне наплевать, Антон, это, понимаешь? Вот куда ты выкладываешься? Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Красотища какая! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы не там, мы вот только нам позвонили, мы сейчас туда едем. Возможно, но они там прошли к собакам, возможно, что хотят собаку украсть. Вполне возможно. Да я уже 112 звонил, 102 почему-то не работает. И сейчас приедем, я сейчас еще раз ментам позвоню. Мы едем, едем. Тань, едем. Максима, говорит, мне сюда, говорит. Добрый день, по улице Базовой, 34, приют Берегиня, сейчас вызову. Там какая-то женщина пьяная дебоширит, там матом кроет, орет, что-то пролазит под воротами на территорию, к собакам лезет. Можно туда сейчас наряд? Мы сейчас тоже едем туда. Два наряд. Дебоширит, капитально, прям говорят, дебоширит. У нас там ребята сейчас, там, подлазит, пролазит под воротами, матом кроет. Желательно побыстрее, потому что мы сейчас тоже туда едем. Вон они ездят, что вот они просто так ездят. Куда вот он? А, ТПС. О, бля. Да что, ну они должны отреагировать. Видишь ты какой, получил погоны капитана, раскомандовался сразу. Они должны отреагировать сразу. Давай, давай, командуй, погоны тебе не зря дали. Сегодня твой вечер. Остановись у него. Здравствуйте. Макс. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я сделала вывод. Мы приехали, тут много машин. Нам прислали смс, что мы незаконно стоим. Хотя вы нам обещали. Не надо мне снимать. Я журналист. Антон Николаевич Булгаков, СМИ, Камчатский регион. Мы согласны на съемку. Я журналист в общественном месте, имею право. Вы в общественном месте. Смейте, право. Я хозяйка. Я хозяйка. А? Бетонный плиток. Вот, смотрите. И сейчас. И сейчас. Вот именно вот сейчас. Антон Николаевич Булгаков. Можете сфотографировать? Мы трубы щенка вот такого достали. С какой трубы? Трубы за бетонными плитами. А что вы там делали? Вы лучше мусор посмотрите. И вам свалку сделали. Ну вот снимайте. Надо охранять, огораживать. Сейчас поедем. Отдел полетим. Там вашу... Ну да, надо огораживать территорию. Вы собаку в голову застрелили. Кто? Ну-ка, скажите еще раз, пожалуйста. Что, 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 что? Сними, Антон, пожалуйста, машину. Сейчас мы будем вызывать. Да вызывайте. Вызывайте. Ему сказали, и он договорил. Ему сказали, и он договорил. Да, вы мне так поставили. Стоять здесь. Да. Нет документов нам. Там с госсветнадзора звонит. Вы заявили Комаровой. Сейчас не подавим. Бог вас накажет. Все, я вам никогда собак не передам. У вас такая порнография. Это пипец. Вы меня задавить хотите? Можно? Куда вы собираетесь? Все, выезжайте. Оформляй ложный донос. Макс. Да? Сейчас полиция приезжает. Да? Скрывается с места преступления. Ложный донос был. Что ты якобы... Сейчас мы это все... Якобы собаку застрелил в голову, да? Там у тебя есть на видео, что он сказал, что я якобы застрелил? На аудио есть? Да. Все. Замечательно. То есть, когда он говорил, он не попал в кадр? Ну, хорошо. Ну, я-то слышал, что именно он сказал. И ты слышал. Подожди. Останови, куда ты едешь? Ох ты. О, наезд. Все, стой. Стой. Отвози, куда ты поехал? Ты человека сбил. Ты человека сбил. Он, кстати, прав, внушенный водитель. Молодец, в брану! Все. Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения, был пойман в состоянии алкогольного опьянения. То есть, он пьяный был сейчас? Ну, не, он тогда был пьяный. А сейчас? Сейчас не знаю. Ты зафиксируешь, что он по тебе проехал? Ну, я прям заснял вот так вот, что он прям рядом со мной. Я в последний момент там буквально 5 сантиметров было. Никак вас не зовут. Да, мы сейчас поедем со всеми знакомимся. Скажи, даже и не это, не снимай меня, мне наплевать, знаешь? Дело в том, что ты за них идешь, а ты посмотришь, что там слабаками... Не трогайте меня, пожалуйста. А тебе-то мне даром не нужен. Не кричите, пожалуйста. Как зовут? Никак меня не зовут. Никак вас не зовут. Не звать никак. А тебя как? Откуда ты пришелец пришел? Ну, не место знать, да. С того света, наверное. Ты посмотри, в каком состоянии животное ужасно. Вы кто? А ты нет. Еды нет. Привязаны они вот на такой метровый полметровый. Да вы что? Откуда вы это можете знать? Я знаю. Я была и через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас. Это ужас. Вы кто? Вас как зовут? Я была и через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас. Это ужас. Вы кто? Вас как зовут? Я работала в Ангерине. Я настаиваю. Представьтесь, пожалуйста. Не буду я в меня. Чтобы сотрудникам полиции проще было на вас возбудить уголовное дело. Да не надо на меня возбуждать у кого-то дело. А как это не надо? Я тебя не убила. Я тебя не приняла. Я тебя ничего плохого не говорю. Ой, не просто. Даже не надо. Вы нормально к собакам относитесь, если вы имеете деньги. Какие деньги? Это вы имеете деньги. Какие деньги? А вы только просите и просите и просите собаку. Скажите, какие? Какие? Вы нас сейчас в целом обвиняете. Кто нам выделяет? Вам только перечисляют деньги. Кто? Только перечисляют. Все люди. Вы только Ангелиной просите деньги. Перечисляют люди в группу «Помоги» Ирины Александровой. А в каком состоянии собаки? Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Несчастные. А если бы вас закрыть в эту клетку и годами держать, что бы было дальше? Вот скажи, пожалуйста, ты бы через неделю умерла. Несчастные животные. Очень жалко мне. Ты подумай, что ты творишь. Ни за кого не допускаешь. Ни за кого не допускаешь. Вы так бы говорите, что никого не допускают. Вот почему мы, вот я, мой муж, мы можем спокойно зайти. Мы можем помочь. Вы живете здесь, сказали. А кто вам такое сказал? Сказали, что он требует. А кто вам такое сказал? Ангелина, заглуши двигатель. У нас есть где-то шею. Нас пускают, потому что мы идем помогать, а не вредничать. Понимаете? Мы здесь не живем. Вот вы сначала выслушите какие-то слухи, потом идете с вопросами. Я с Ангелиной давно хотела встретиться, по идее. Ангелина, я на тебя никогда не думала, что ты вот так будешь. Я думала, все прекрасно. Подождите, у вас есть, ну прям ты слушай. У вас есть куда сейчас забрать на банк? Ангелина, ну помогали же девчонки. Ну почему так случилось все у вас? Я помогаю, почему. Потому что если я помогаю, то я прошу телу крови. Человек ведет себя неадекватно. Не надо разговаривать. Кто неадекватно? Я в этот раз принесла вам три ящика шкур, мешка. Принесла, накрыла все. Я не сошла никуда, я просто поставила, постучала, сказала, Ангелина, я здесь. Я принесла шкур и уехала. Я могу возить и хлеб, я могу возить и шкуры вам. Я могу помогать. Ну, как вам живут, как вам живут, как вам живут. Еще кого-то там прогоняли. Ребята, фамилия Яковлев, наверное. А вы тоже, да, проходили на территории? Я не проходил. Я тут стоял. Тут стоял. А вот эту женщину как зовут? Не Нина случайно? Спросит. А, какие скрытые люди. Это как пометать? Да вот я помогала тебе. Понимаешь, Ангелина? Ну ты же вот так посадила еще, Ангелина. Ну а что ты не справишься с этим детенок-то? Ну надо тебе помощь. Ну, чтобы собакам было хорошо. А вот чем дело? Пожалуйста, приходите, помогайте. Так вы почему слушаете других? Вот за меня тоже все писали, что я молчу, потому что меня выгонят. Вот сегодня я пересмел. Не снимайте, пожалуйста. Не снимай. Вот это я пересмел. Понимаешь? Вот ты снимаешь это. Убери, пожалуйста. Постоянно вас какие-то эти. Сейчас будет десятый этот показывать. Зачем это нужно? И 12-й, и 15-й покажут. А я что? Я что, пришла драться, что ли? Я пришла с Ангелиной поговорить. Это мы пришли, когда нас тут не было. С кем вы пришли разговаривать? С воротами, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы пришли разговаривать с Ангелиной, если даже не опоместили об этом? Мы приехали. Мы сюда не должны были сейчас ехать. Подожди, а почему я оповещать должна, если вы сказали приходите и помогайте? Вы же так сказали. Ночью. Вот он, и мне надо. Ночью помогайте. И помогайте. Ночью. Да? Ночью. Ночью. Когда вам сказали приходите и помогайте? А Герина мне сказала, можешь? Когда? Когда? А почему вы в ночь это пришли? Вы в нашем наряде пришли помогать? Ночью? Действительно. Вы в нашем наряде помогать пришли? Мы приехали спровоцировать опять какой-то конфликт, так? Что он говорит? Говорю, вы хорошая женщина, а что вы кричите друг на друга? Яковлев Вадим, да, там? Там Вадим, да, в котором мы работали, да. Который Яковлев, да? Замечательно. Да, который Вадим, который работал. Замечательно, да. Это тот самый Вадим, который фотографию президента в дробу положил. Ой, да, это по фотографии. Да, все, сейчас еще. Это фотография у меня была, это фотография. У меня с собой документы, я сейчас еще выберу. Это у меня фотография. Еще повторно на это писать. А вас, кстати, аааа. Максим, да прекратите, пожалуйста. Вот эта вот женщина, это та самая Нина. Не подходи, я сам. По голосу слышно, да? По хрипоте. Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это вот она. Раздушила, но не задушила. Такого слова нету вообще в этом. Вот, а вам уже, вас уже консультировали, да? А все оскорбления и все остальное. Понимаешь, этого слова даже не будет. Нет. Вот. А вы когда были на участке? На участке когда? Я здесь не заходила. Не заходили? А почему вы подписали жалобу, что у нас на участке не облагорожено? Ну, здесь не облагорожено же. Знаете, что такое облагороженный участок? Это когда там кубы с травой, деревья. Зачем кубы с травой? Так это вот у меня... Вас, кстати, говорили. А, Килис, почему у вас здесь дырка такая? Ну, здесь могут прибежать те большие собаки, А вы, подождите, а вы почему... Вы компетентны в этих вопросах? Почему задаете этот вопрос? Почему такая дырка? Подожди, Максим, можно было за это время выстроить, вот хотя бы закрыть вот такое, чтобы... Выстроите, выстроите. Покажите, что вы можете, покажите пример. Ну, с вами никак не договоришься, ребят. Почему? Все с вами прекрасно договариваются. Вот сейчас замечательно, что у вас здесь наконец-то... Максим, где? Ой, это... Как его... Как его... Антон, убили, пожалуйста. Хватит снимать. Для вас, Антон Николаевич. Пусть... Нет, для меня ты Антон, понимаешь? Нет. Я старше тебя, я не имею право говорить так. Нет, нет, нет. Антон Николаевич, никак иначе. Что ты хочешь это? Ты, пожалуйста, не ты теперь такая стала. Ты же не была такой вообще никогда. Ты была нормальная девчонка. Ну, наверное, не надо сейчас. Учего? Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? Конечно. Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? Я сегодня нормальная. Да? А вот говорят, что ты обычно нормальная была. Ангелина, ну как-то надо тебе на этот балл из пойти. Ну, я не знаю. Ну, почему тебе... Ну, сейчас, смотри. Никого не считай. Я карантин. Ты поставь на карантин. Ангелина, такой взгляд вообще. Так у вас цель приезда-то какая была? Цель приезда поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было. Приедет, я ждала. Почему ее ждала? Потому что хотела бы... А позвонить нельзя было? А у нее телефон. Давай, я со своего телефона буду звонить. У нее телефон не отвечает. Ну, не знаю. Я дозваниваюсь. А у нее старый номер. Может быть, старый номер. Я не знаю. Я смыслу вас заразу. Ну, вот ты поменял специально, чтобы тебя не... Нет, я не дозваниваюсь. Так а что, домашний адрес не знаете? Я домашнего адреса не знаю. Нет, не знаю. Так а предмет разговора-то какой? Волонтеров не пускаете? Нет, не обязательно. А знаете, почему их не пускают? Ирина, не обязательно этих. Я их тоже не знаю. Потому что я знаю. Я их не знаю никого. Я единственное знала, что вердохлеб Лену. Можно про нее сказать, что она аферистка. Что она только не лжет. Дома собак никому не помогает. И это вот я поэтому... Я сомневаюсь, что она пускает. Ну, не знаю. Мне сказали, аферистка она. Она как только своим собакам берет, больше никого. Женщина, женщина, я вам так скажу. Я приводил сюда человек 15 добровольцев. И все проходили спокойно. Потому что все себя вели культурно. А я не культурно вели? Не знаю. Я вас первый раз вижу. Я вас первый раз вижу. Я только... Ну, вы уже себе позволили рукоприкладство и голос повышали. Ко мне, да. Какой рукоприкладство. О чем ты говоришь? Рукоприкладство, да. Это же вообще к тебе. Ты почему всегда боишься того, что тебе рукоприкладство приложат, а? А потому что меня электрошокером пытали и пакет на голову одевали. Да. Вы через это не проходили. Я проходила. Вы не знаете, что это такое. А я знаю. Не знаю. Не хотите ночью никто... И поэтому к любому вторжению в мое пространство личное я отношусь критически. Как нормальный, любой нормальный человек. Я до тебя не дотронула. Зря ты говоришь. Это вообще не трогай. Я никогда мужчинам не дотрону. Я даже близко. Вы приехали. Что посмотрите? Это Ваня хотела встретиться. Это Ванька. Ванька с тобой хотела встретиться. Что ты сказала два года назад, что ты заберешь собаку ей. Это Дмитрий, да? Мы не говорили, что она построена в меру. Ну, не знаю. Она говорит, что она построена в меру. Мы встретились с ней, потому что мы собаку кисарили. Одну. И встретили, что Кота Пёса. Я смотрю, она идет. А где полиция-то? Не знаю. Ты номер запомнил? Какой? Вот белая машина. Да не ваш. Какой номер? Причем тут ваш? Я не про вас говорю, а про белую машину. Как тебя зовут? Антон Николаевич. Антон Николаевич. Ну прекрати ты, ради бога. Я баба не скандальная, а громкая просто громкая. Я не хочу ссориться с вами. Скандальные бабы не говорят, что раз душу за душу. Ненормальные, неадекватные и все остальное. Максим. Что? Мне тоже говорят такие вещи. А вас как зовут? Я лично вам ни разу ничего не говорил. И вашему вот этому чуду я тоже никогда еще ничего не говорил. А то, что он пишет. Это вы пишете или он пишет? Кто за это отвечать будет? Сейчас поедем, я вам обещаю. Я заставлю начальника полиции, чтобы вас не выпускали оттуда. Все вот эти бумаги. Максим, прекрати. Вот здесь вот до сих пор все эти бумаги, которые на него написаны и на вас тоже. И сейчас вы там останетесь на долгах. Выбросите их на долгах. Да вы что? Вы свои компьютеры и телефоны выбросите. Чтобы больше не писали такого. Я сейчас специально смотрю скриншоты. Вот он сейчас пока сидит в машине, это его спасает. Понимаете? Максим. Максим. Да вы, видать, не под тем ходите. Максим. Вот каким вы Господом Богом ходите. Отойди, пожалуйста, выкури. Женщина, можно 5 секунд внимания. Ангелина, 5 секунд внимания. 5 секунд. Можно я скажу? Он сейчас хочет... Нет, давайте познакомимся. Вас как зовут? Нина зовут меня. Нина. Можно по имени, да? Нина Анатольевна, можно. Нина Анатольевна. А ты вот это будешь выставлять? Вот это все будешь... Нет, смотрите. Я не боюсь, конечно. А я не грамотно по ним боюсь. Смотрите, дайте мне слово. Ну, дайте мне слово, ё-моё. Дайте слово-то. Я просил 5 секунд, ровно 5 секунд. Давай. Вы сейчас будете нормально общаться? Я могу выключить? Подождите, дослушайте. Я могу выключить камеру и отойти в сторону? Вы не будете кричать на беременную женщину? Да вы что, глупости какие-то? Я такое вообще не позволяю. Пожалуйста, пожалуйста. А Антон Николаевич, пожалуйста, не повышайте. Повышайте голос. Пожалуйста, я вас прошу по-человечки. Не повышайте голос. Мы на высоких тонах разговаривали, когда приехали. Да, да. Мы сидели вот так с ней. Да я только что слышал, вы кричали много раз. Ну, у меня голос такой вообще, да. Если я скорпион, бляха-муха, я такой голос по-человечки. Трудитесь, трудитесь над собой. Я вас попросил. Как трудиться? Ну, так. Тихо говоришь? Да, не повышайте голос. Спокойно общайтесь. Ну, если у меня командирский голос, тут ничего не сделаешь. Вот сейчас же нормально общайтесь. Нормально. Вот ты меня куда-нибудь выставишь, да? Да, волнуется просто все. Естественно. Это нет. Я вас прошу спокойно, тихо общаться. Ну, я Ангелина хочу поговорить. Все, я же вам сказал. Если вы гарантируете, что вы будете нормально, тихо общаться. Нормально у нас. Все. Я что, драться на нее кину, что ли? Я не знаю, что у вас тут происходит. Да глупости какие. Ну, о чем вы говорите? Вы что думаете? Все прям такие дураки. Ну, я насколько понял по голосу. С вашей стороны, в сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? О чем ты говоришь? Такие. Я сказала единственное. Я говорю, Ангелина, почему у тебя такой беспорядок? Вот что я сказала. И больше ничего я не говорила. Не надо говорить. Ну, мы договорились. Договорились. Сейчас договоримся. Нет, мы с вами договорились. Я отхожу. Я отхожу, выключаю камеру. Отходите, конечно. И вы спокойно общаетесь. Мы спокойно общаемся. Мы всегда спокойно общались. А без вас общались. Все, договорились. Вот Антон ты какой, а. Нет, не ужасно. Вот вредный какой, а. Как тебя баба твоя держит, а? Скажи, пожалуйста. Все, я больше не отойду. Давайте, говорите. Ну, как его баба держит? Давайте, давайте. О, блин. Про бабу мою давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, правильно. Правильно, правильно. Зачем мне такой вот, ну вот, 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 вообще ужасы просто. Действительно. Кошмар. Это как она терпит тебя столько лет, наверное, еще. Ты же не молодой, я думаю. Ну. Я у тебя не вижу лицо вообще. Ты меня только снимаешь. Ну, он меня снимает. Да мне наплевать Антону это, понимаешь? Вот куда ты выкладываешь? Ну, видео-то видели, наверное. А? Видео про приют видели? Видела, конечно. Ну вот, я же там, я же там показываешь. Ну. Ой, Антон, Антон. Вот знаешь, Антон, все, я скажу. Мне так хочется, чтобы собакам было этим хорошо. И вода, и еда была. И чтобы пришли люди, и походили, и вольеры большие. Вот что я хочу, понимаешь? А подскажите, пожалуйста, за последний месяц, что вы сделали для приюта? За последний месяц? Да. А меня тут не пускают. Если пустили. Не знаю, меня да узнали. Подожди, Макс. Не пускают, сказали. Таких, кто работал раньше, Ангелина, знает, сказали, что никого она не пускает. Все, я говорю, тогда меня не пустят. Кто сказал? Кто? Пишут все. Не знаю, не знаю. На Соболе тоже написано, а за ним приют. То есть в интернете написали. Подожди, Нина Анатольевна, да? Да. Нина Анатольевна, в интернете? Что она никого не пускает. В интернете написали, что вас не пускают в приют? Нет, что не меня, что всех не пускают. Все, кто был уже с Ангелиной связан. А вы за этот месяц сколько раз сюда приезжали? Я первый раз привезла шкуры. Две коробки больших и одна маленькая такая. Что за шкуры? Свиные. Вот сюда я положила, перетаскали мы с Вадимом сюда, накрыли вот этой, наверное, или вот что-то такое было. В мусорку, что ли? Зачем? Они свежие. Здесь же мусорка. Нет, мы туда поставили, потом перенесли. За ворота? Да, да, вот туда, к воротам. А кто не пустил так? И закрыли. Шкуры принести? Ну, да. А там я стучала, никто не... Не было, наверное. Вот так стучала сильно. Не было, наверное. Я сказала, Ангелина, я здесь. Я думала, у тебя камера здесь. А у тебя тут нету камеры. Даже если она есть, мы же все равно не увидели. Ну, я тебе помахала и стучала сильно, прямо так. Ангелина, я привезла шкуры, оставила и уехала. Я могла шкуры, я могла хлеб возить сюда. Я могла шкуры возить. 674. Милиция, номер. Здравствуйте. Милиция. О, Толик, по-моему, уехал. Что случилось? Ничего не случилось. Просто общаемся. Ничего не случилось. Зачем снимаете? А? Зачем снимаете? Ну, тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом... Да, что нормально? А это уехала. Уехала. Ну, типа, закону нельзя снимать, правильно? Да я вот, журналист, вот смотрите. Журналист Антон Николаевич Булгак. Да, что платно, прекрасно. Я могу то, что хуже купить и сделать, то же ставить. Я официальный журналист, могу показать приказ о назначении, устав и так далее. Я завтра куплю и принесу, скажу то, что я куплю. Ну, купите, приносите, будем вместе снимать. Вот, пошло нормальное, спокойное общение. Вот сейчас уже нет смысла снимать. Что там еще подмога едет? Может быть. А что они там встали? Не знаю. Разворачивался. Я в последний момент отскочил от машины. Вот теперь я тебе точно по башке дам. А это не рукоприклассные. Рукоприклассные, но я подружеские. Не надо так делать, я при исполнении... Да ладно, исполнение какое? Я журналист. 144-я статья. Да. Воспрепятствование законной деятельности журналистов. Хорошо, ладно, сдавайте здоровьем. Ну, я вас тоже люблю. Ну, вот я и говорю. Я ко всех люблю. Вот ты говоришь, что я кричу, что я это... Ну, я такой голос, Антон, честно. Ну, нормально же, можно было позвониться, звониться, договориться с людьми. Зачем на территорию проникать? Да я проникала туда вообще, не ходила туда. Я не ходила, даже вот... Я вот тут вот стояла. Нет, я туда не ходила. Нет, нет, Антон. Нет, честно, я клянусь себе. Так, а мы что приехали? Нам сообщили, мы по видеокамерам посмотрели. Кто-то проникал? Нет, нет, Антон, вот смотри, я не заходила даже туда. Ангелина, это Валька ходила туда. А я... Я не ходила туда. Нам сообщили, мы приехали. Классно бабушке начинает вниз. Я говорю, нам сказали, что кто-то проник. Я не говорю, что именно вы. Я никогда не... Я даже привезла шкуры, которые поставила здесь. Я не пошла туда. Вот Ангелина разрешит, я буду ходить. Четырех собак недавно украли. Вот буквально два дня. Устали уже. А всего 37 собак за этот год украли. Куда это годится? Это, конечно, много. Куда их отправляют тогда? А это вот те самые волонтеры, которые называются волонтерами. Вроде как они помогают, а сами собак нырят. Это как так? Ну это тоже не правильно. Я вот помогаю. Я приезжаю, столбы возвожу. Видео снимаю. Ты молодец, Антон. Уборку навожу. Людей привожу сюда. 15 человек приводил. Нет, надо, чтобы снова Ангелина все заработала у тебя, дитенок. Вот честно. Вот мою бабушку надо взять. Не надо моей бабушке. Да? А ты тогда объясни, пожалуйста, своей бабушке, что не надо угрожать. Ты послышал, что у меня сообщение правило Ангелина? Про меня тоже она гадость. Это аудио сообщение есть в фантастике. Видимо, она за счет. Да? Но после, не после женщины. Смотри, подожди. Я тебе скажу, я тебя ногами задушу. Есть за что? Вот действие такое, да? Как бы это угроза жизни, согласись? Вот тебя как звать? Мне Макс зовут. Хорошо, Макс. 248. Видимо, что ты тебе скажешь? За что? За что? Поясните. Я не знаю вот о ситуации, как вы там все рулите. Кто-то ты нам не говоришь, что не надо ее трогать. Я ее за ее же наказал. Вот она вот такое сказала. Значит, она должна понести отверстие? Так или нет? Вот сейчас человек приехал, он по сентябре был лишен водистого господинга. Валя, его мама, наверное, знает, что у него, да, Сережа, сын. Он сейчас как бы сбил этого человека. Я его попросил, вспомнил, ты где-то, ты где-то, ты где-то, ты ничего не докажешь. Так и сказал? Он юрист. Так и сказал? Мне просто остальных как-то безмолвов. За своих напилок. Давай, ну поедешь тоже тогда сейчас в отдел и будешь их защищать. Сейчас приедет наряд полиции, все поедем в отдел. 172, 172 кафе. В сумке вот такая пачка документов, написанных заявлений. Я заставлю, я пойду к начальнику МВД, я пойду и вышиваю. Я заставлю, чтобы Вадика оттуда не выпустили. За вот эти все оскорбления, за все остальное. У меня в телефоне 6 тысяч скриншотов. Нет, подожди. Он что написал? Ты у него спроси. Он лично сам? Он родственник? Да. Лично сам написал, все сделал. Да. У меня есть его объяснительное в отделе полиции, что он сказал. Да, это я написал. Макс, 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 спокойно общайся. Поговори с ним сами. Не махай руками. Не махай руками, спокойно общайся. Поговори со своей бабушкой, какое она сообщение прислала. Что за угрозы там были, какие оскорбления были. Больше 6 минут сообщения. Долго она его диктовала. Ну, поинтересуйся у них. В каком случае? Ну, ты напишешь заявление, сделай там страх, я не знаю, что ты сделаешь. Тебе легче станешь? Я буду, чтобы до уголовки доходило? Нет. Ну, хорошо, уголовки станет легче. Легче станет? Да. Потому что не будет вот такой человек писать, не зная, меня бить. Подожди, подожди, ты моим родственникам сделаешь что-нибудь? Ну, я легче стану, правильно? Я тебе ничего не сделал. А почему ты это не уедешь? Нет, вообще. Да? Хорошо, ладно. Вот, подожди. Подожди, подожди. Меня как зовут? Меня Толик зовут. Толик, пойдем у него. Да, мне даже не надо. Нет, подожди. Нет, подожди. Я Толик, просто говорю. Сорсистик, вот ты мне сейчас задал вопрос, что они мне сделали. Я тебе сказал, что я сделал. Пойдем, уводить, что я ему сделал, почему он меня оскорбляет. Подожди. Почему твоя бабушка оскорбляет нас? Давай так, Возьми. Как? Вот смотри. Твой родственник, да? Пускай он родственник, другой родственник. Кто-нибудь засадил их там, топит конкретно там. Начал угрозы, там не угрозы, потом заявление писал, все такое. Тебе легче потом станет, тебе не легче станет. Правильно? Потому что ты, он своих... Кто-то моих родственников? Смотри. Вот ты моей бабушкой топишь. Владимир, да нет. Нет, вообще говорю. Это они... Да, Катанин. Подожди. Нет, Толик, остановись, остановись, пожалуйста. Давай сначала начнем, да? С самого начала. Кто что начал, да? Я занимаюсь приютом. Владик встал в эту группу по магитам и пишет всякую ересь. Вот они броводеры, вот их надо на кол посадить, их там надо убить, избить, там взломать ворота, там отпустить собаку. У меня есть эти скриншоты. Он меня ни разу не видел в жизни до этого. Мы с ним никогда в жизни не общались и не знались. Он почему такое пишет? Что я тварь какая-то, что я мразка, тварь, что меня надо тут приехать отпустить. Может он меня отпустить? Это дело ты считаешь? Ну пусть он выйдет меня отпустить, он считает себя правым в таком случае. В чем проблема-то? Я его не трогал, я знать не знал, кто это такой абсолютно. Я не знаю, кто ты, я его сейчас реально в первый раз в жизни увидел. Я ему написал, типа, что ты так, нахер ты-то ходишь. Он мне дальше начинает. Я тебе говорю, у меня сейчас в телефоне 6000 скриншотов. И добрая часть из этих сообщений, это его. Ну это нормально объяснение. Я вижу, ты здравый пацан, нормально. У тебя голова есть. И ты ей пользуешься так, как она тебе дана. Вот он, видать, не пользуется ей. Блин, вот он дерьмо. Ты можешь ему объяснить? Бабушка. А, бабушка. Дайте нам... Это правильно? Нет, ты считаешь? Женщина беременная. Он ее оскорбляет, Ангелину, супругу мою. Это нормально? Да. Это нормально, когда он ее оскорбляет? Я сейчас... Это понятно. Я почисти, что я сейчас должен сделать? У них четверо детей. Я буду вытащить из машины и вот в той наложной куче утопить. У них четверо детей. Смотри, у них четверо детей. На них в опеку написали. Это что такое? Я его не тронул пальцем сейчас. А по сути, как бы, да, я должен вытащить из машины, просто размотать здесь. Даже я бы так сделал. Вот, видишь? А ты мне говоришь за какую-то справедливость, зачем мне это делать? Я их не сулю. Они себя сами потопили. Это хорошо. Я понимаю все приказы. Просто то, что ты... Вот эту женщину только... И вот эту. Просто я тебе говорю, да? Я к твоей бабушке даже, знаете, ее не знал. Она написала, что я там какой-то тоже моральный у*****. Есть аудиозаписи с ее голосом. Я знаю, есть. И она, причем сейчас, даже на видео, она этого не отрицала, что она это говорила. Зачем это все делала? Она говорит, разрушить тебя перед ногами. Что мы плохого им сделали? У тебя супруга беременна, да? Ты ждешь ребенка. А тебе посторонний человек. Это нормально? Как ты считаешь? Максим, успокойся. Нормально? Ангелиночка, все, давай покажите. Не, 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 сейчас поедем в отдел. Сейчас полиция приедет, поедем. Ой, Максим, успокойся ты, ради бога. Я-то успокоюсь. Ты молодой, такой же энергичный, такой же, чтобы заводила. Я серьезно говорю, сейчас поедем в полицию. Максим, никуда никто не поедет. Что? Как это не поедет? Если хочешь, езжай, пожалуйста. Ну, я не поеду, понимаешь? Ну, вас тогда из дома привезут. Да кто привезут? А за что меня привезут? За что меня, Максим, привезут? Есть за что. За что, милый мой? Да за какие сообщения? А вадико я говорю, я буду добиваться сегодня. За какие сообщения? Я к начальнику МВД пойду, он не выйдет сегодня из этого дела. Максим, успокойся ты, мой хороший. Мальчик, успокойся. Все, вы зачем сюда приехали сегодня? А, дом, ты вот нормальный парень? Не надо меня трогать. Не надо меня трогать. Я тебя не трогаю. Вообще мы с тобой стоим на расстоянии. Понимаешь? Мы с тобой не ругаемся даже. Нормальный парень? Максим, собаки боят ужасно. И что? Они уже жрать хотят. Да? Это вы зачем такую провокацию сделали? Да мы приехали. Я Ангелину хотела видеть. Ангелину хотела видеть. А вы знали, что у нас здесь? Нет, я не знаю, потому что у меня телефона нету. Я звоню. Как вы сюда ехали, не зная, что у нас здесь? Максим, у меня... Я же не могу прийти к вам домой просто так, когда у вас там нет или когда вы есть. Максим, подожди. Мужик, я проезжала мимо. Может, я проезжала мимо здесь? С двумя машинами? Да. Максим, может, я проезжала мимо здесь? Максим, может, я проезжала мимо здесь? Максим, подожди. Есть фото и видео, как вы здесь стоите. Да, Максим, ну ладно. Что, нельзя никому приехать и привезти что-то? Ночью-то зачем? Ночью-то зачем? Вы приедете только, пожалуйста. Это провокация была с нашей стороны. Максим, подожди. Антон, подожди. Ночью зачем? Вы же ночью кормите. До часу ночью кормятся. До часу ночи, вы сказали, кормите собак. Ну и что? Ну почему не приехать, не помочь, например, вам? Так надо согласовывать. Надо согласовывать. Зачем вы без спроса приезжаете? А если к вам кто-то домой без спроса приедет? Поговорим. Я разговариваю. И сел обратно на машину. Ну поговори, выйди. Просто пообщаемся, постоим. Максим, это когда было? Сейчас это было. Вот сейчас я ему сказал. Давай поговорим. Он уже ничего не пишет и не лезет к вам. Как я его отругала, он ничего не пишет и не лезет. Точно? Я сейчас помоги зову. Вчера опять его комментарии. Опять его комментарии вчера. Помоги. Тебе лично прямо? Нет, в группе помоги. А, я думала, что прям тебе лично он пишет. Так он в нашу сторону это пишет, что мы такие. Он тебе ничего не пишет. Я знаю точно, что я сказала. Забудь вообще. Я не буду забудь это. Сейчас приедем в отдел полиции. Я там предоставлю все стрельбы. И все его сообщения я предоставлю. Максимушка, до свидания. Антон, до свидания. Мы еще увидимся. Я буду приезжать и кормить. Сейчас приеду. Максим, я буду приезжать и кормить с тобой вместе. Успокойся. Ты молодой. Вы сейчас приедете в отдел полиции. Понимаете? Максим, ну прекрати это ради Бога. Антон, до свидания. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Я не думаю, что ты выставишь меня там на это. Я не думаю это. Мы с тобой нормально просто поговорим. Ты сейчас минику поговорим. Да нет, не нормально. Я считаю, это не нормально. Как не нормально? Вот так. Я приехала поговорить с Ангелиной. Не с вами. Понимаешь? Да. Вообще не с вами. Ну, наговорились. Поехали разговаривать с Ангелиной, когда вы не знаете, здесь она или нет. Ну, Антон, вот это. Ей нельзя сейчас волноваться. Неужели непонятно? А мы с ней хорошим. Мы даже не... Мы с ней хорошим. Человек в положении. Вы на себя возьмете ответственность, если что-то случится с ребенком. Антон, ты чего орешь? Зачем ты орешь? Зачем ты орешь? Меня не слышат. Меня не слышат. Как разговаривать? Мы разговаривали... Подожди. Она тоже повышает голос. Подожди. Мы разговаривали нормально, Антон. Она тоже повышает голос. Нормально общаемся. Антон. Что? Здесь нормально разговариваем всегда с Ангелиной. Я работала у нее полтора месяца целых. Работала. Понимаешь? А потом что случилось? Случилось. Я ушла просто-напросто. Не стала работать. А я полтора месяца работала с Вадиком. Кормили животных этих. А зачем вы потом гадости начали писать в сайте? Какие гадости стала писать я? Ну я сам слышал. Аудиофайл я слышал. Аудиофайл я слышал. Вы такое наговорили? Хоронила там всех. Мне просто жалко было. Поэтому я так и кричала. Вот так, милый мой. Это страшно видеть вот этих животных. Когда придешь, 42 щенка мертвые. Это страшно просто. Откуда они там взялись эти щенка? Откуда? Были. Когда Ангелины в Сургуте не было в тот момент. Были, мой хороший. Ну, были-то были. Я знаю эту историю. Ангелины не было в тот момент в Сургуте. Да. Ангелины в Сургуте не было. Она была в Москве в то время, когда привезли этих 40 щенков. 40 лишним щенков. Ну. А почему вы ее обвиняете? Эти животные. А вы ее-то почему обвиняете? А она их убивала? Ну, она не убивала. Она за свои деньги посмотрела этот приют. Они были закрыты вот так. Кем? Закрыты. А я откуда знаю, кто закрыт? Ангелины не было в Сургуте тогда. Максим, дай минуту. Дай, пожалуйста. Минуту. Отойди, пожалуйста. Нина Анатольевна, я вам хочу рассказать, что сегодня произошло. Я об этом размещу видео. Сегодня Максим совершил геройский поступок. Мы ездили в лес и мы случайно услышали, что пищит щенок. Угу. А, ну да. Мы увидели трубу диаметром 40 сантиметров. Землю закопана. И на высоте 2 метра туда в глубину, в глубине 2 метра, лежал щенок. Угу. Максим его достал оттуда. Молодец. Молодец. Он спас щенка. Я Ангель замел за ужасное. Он сегодня совершил геройский поступок. Отпустите его, пожалуйста. Мы хотим ехать домой и спать. Минучка, до свидания. Благодарствую. До свидания. До свидания. Что, не выйдет он, герой писать-то? Не знаю. А это что за машина? Не знаю. Что он, ничего не хочет в итоге сказать? А? Не, а мне он ничего не хочет сказать. Вы контактами обменяйтесь, он тебе скриншот и скинет, сам почитаешь. А он может почитать спокойно, у него что он написал. Он скриншот и скинешь, да и все. Сами разберитесь между собой. Никто не хочет никого топить там, в полицию писать. Ну просто надоело вот это. Я его не оставлю в любом случае. Совершенно необоснованные претензии. Если на то пошло, если вот он так вот поступает, я не оставлю его. Скажешь, будет пьезда, будет, давайте опять объяснение. Глядят все ему там и знаешь, что будет пьезда. Да, герой. А? Что? Ничего сказать не хочешь? А? А? Ничего сказать не хочешь? У тебя поможет извиниться. Да? За каждое сообщение по отдельности будешь извиняться? За каждое. За каждое? Завтра в отделе полиции, тогда я тебя жду. Хорошо? Ты будешь там, будут журналисты, будет половина вот этой группы помоги и ты будешь за каждое сообщение в таком случае извиняться, если ты хочешь. Да? Ты согласен на это? Так он же сказал. Ты осознанно писал, что мы твари, мразь, живопись, свопись и все остальное? Да? Из-за девчонок? Они тебя чем поманили-то? Потому что не хотят порядок решить. Они порядок хотят? Да, они хотят. А ты углубись тогда в этот вопрос, прежде чем вот такое писать, какой они порядок хотят. Им написали вчера, если вы хотите помочь вот сюда, поставьте перед воротами будки и все. Чего они там написали? Мы что, б***ь, деньги стопаем что ли и все остальное? Нет, там Лена Розикина пишет, Мазур пишет, там Диана пишет. Там много кто пишет, понимаешь, в чем дело? Много кто. И людям говорят реальные вещи, а им похрену. А кто виноват в том, что ты пишешь оскорбление? Оскорбление. Понимаешь, они тебя саботировали, бабушку твою, тетю твою саботировали, да, что вот мы такие плохие. А потом оказывается что? В итоге ты приезжаешь сюда, видишь меня первый раз в жизни. И тут же извиняешься. И я тебе говорю, выйди хотя бы из машины, просто поговорим. Даже вот росту никто и сказал, что да, если бы я тебе сейчас вот твой хлебальник, как будто этот бетон разбил, я был бы абсолютно прав за то, что ты написал. И это правильно. Понимаешь, в чем дело? А ты побоялся, ты даже из машины не вышел. Я тебе сказал, я тебя трогать не собираюсь, не нужен ты мне. Мне проще будет, что завтра тебя опять вызовут в отдел полиции и уже не выпустят на целый день. А что вы им-то подобаетесь? Зачем вы им подобаетесь? Макс, возьми слово, что больше так делать не будет. Мне не надо слово, я сказал, пока вот его не привлекут, я не отстану. Меня и так уже привлекали, насчет, что ты Бутина там выкладывал. А, да ты тебя неправильно привлекли, я до уголовки доведу. Я говорю, что б ты ничего сказать не хочешь. А чего тебе сказать, я говорю, да? А чего тебе сказать, я говорю. Ну, хотя бы извиниться, ну извини. Я говорю, так ты сейчас бы извини, говоришь, просто потому что тебе замечание, сделаешь, что надо извиниться. Я говорю, ты готов, реально, за каждое свое сообщение извиниться? Он, да, я говорю, значит, завтра в отделе полиции я позову журналистов. Придет Ангелина, половина будет. Я говорю, ты за каждое сообщение будешь там извиняться перед ним. Что ты для него докопался? Здравствуйте. Вы полиция, да? Я полиция. Ну не видно же ночью. Кто вызвал? Максим Зарян. Я Антон Николаевич Булгаков, журналист СМИ Гамчатской регион. Что у вас произошло? Сейчас вам поясним, подождите. Мы вас долго ждали. Уже все уехали. Ну я понимаю, у меня машина без спецсигнала. Я находился на происшествии. Я телепортироваться не умею. Время-то есть? Минуту подождать. Подожду сейчас. Дверь откроют и все. Хорошо, подожду, потому что когда мы подключим, что придешь. Ты что, у тебя военник что? Да. Покажешь фотку? А что ты там не рыжий? Рыжий. Черно-белый ты там какой-то. Да, же я в фотке. Это ж надо, женщины ему сказали, и он пишет. Нет, это который тебя чуть не сбил. Какова фамилия? Лунев Сергей. Лунев Сергей. А тут он находился за львом. По урожению ездилось? Нет. Нет, есть видеофиксация. Я в последний момент увернулся. Если бы не увернулся, он бы меня точно раздавил. 76-1001. Значит, наверное, пытался. Попытка, совершение. Попытка, совершение. Говорите, допустим, наезд я бы по вам проехал, по ногам. Надо было тебе все-таки потерпеть. Ни хрена себе потерпеть. Тогда я его к уголовной ответственности. По мне, однажды Бэха-шестерка, их шестой по ногам проехал. Я в Берцах был, вот это меня спасло. А в Косоках я бы не знаю, где бы остался. Потерпеть не приноси, иди потерпи заменение. 8-8. Батальон ДП, дежурная часть. Здравствуйте, хочу сообщить о совершенном преступлении о двойной попытке наезда автодителя. На кого? Номер Константин. Подождите, давайте определимся. Там ДТП? Нет, двойная попытка обидеть двух человек. В последний момент вы вернулись, и предполагают, что водитель лишен прав. Хотя он сел за руль и поехал, и совершил двойную попытку наезда на двух людей. Повредение получили? Нет. По какому отрезу было? Улица Базовая, 3424. Какое автомобиль? БМВ, номер Константин. Дальше. 172. Анатолий Владимир. Регион? 186. Свет белый. Он уехал где на месте? Он уехал, это произошло в 9.00 примерно. Ой, 21.00. На какую сторону поехал? Девизион? В сторону города. То есть это промзона, а он уехал в сторону города. Так, фамилия у него, что ваша, где живете, Сотовый? Это вы участник? На меня совершили попытку наезда. И на Максима Зырян. А что, в принципе, что было в Секах и что там? Почему так произошло? Объясните ситуацию. Ну, тут у приюта Берегини, то есть вот приют для животных Берегини постоянно приезжает скандал, выстраивают некие волонтеры. И вот в этот раз из приюта постоянно посещают собак. Ну, я предполагаю, что посещают. Уже 37 собак этот год было известно. А там бы есть охранник или еще? Нету, нету, нету. То есть нам позвонили, ну, тут ребята находились, позвонили, сказали, ну, 4 человек приехали и что-то проникли на территорию, что-то хотят. Вот, мы приехали посмотреть, что это такое. Ну, ребята просто нахамили, нагрубили и при попытке уехать попытались совершить наезд. Понятно. Так, данные ставьте ваши. Антон Николаевич Булгаков. Где живете, Домашний? В проследок Комсомольске, 21-16. Телефон? 6-6-7-7-7-4-4. Ну, все, ваше сообщение я зарегистрировала. Ну, передадим группе розыск, а будут расследовать. Ну, да, я предполагаю. Сейчас передадим по радиостанции. Да, примите меры, пожалуйста. Примите меры, пожалуйста, потому что человек без прав, и, возможно, еще какое-нибудь преступление может совершить. Хорошо. Благодарствую. Я зарегистрировал. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok